Основная цель нашего учреждения это создание условий для самореализации молодого человека, поддержки и развития молодежных инициатив и включение молодежи в решение социально-экономических проблем общества. Для достижения этой цели нашим учреждением мы работаем в следующих направлениях. Первое это информационные технологии и связи с общественностью. Эта деятельность направлена на оказание информационной помощи молодежи, развитие молодежных проектов и программ. Дом молодежи тесно сотрудничает с молодежным парламентом при собрании представителей муниципального района Кошкинский. Именно по инициативе наших молодежных парламентеров был поддержан проект молодежный онлайн Кошки ТВ. Именно для него реализации нам потребовалось создание молодежного информационного центра, в котором занимаются молодые люди, присоснованных клубов «Молодежный журналист» и телестудия. Следующее направление нашей деятельности это организация занятости молодежи, самоопределение молодежи на рынке труда и трудоустройство несовершеннолетних граждан в летний период времени и свободное от учебы время. В 2014 году Домом молодежных организаций было трудоустроено 158 несовершеннолетних граждан, на что было выделено 120 тысяч рублей из местного бюджета, 50 тысяч софинансирования местного бюджета к областному и 427 тысяч рублей областных денег. Данное направление в нашем районе реализуется всего три года, но нужно сказать, что каждый год с каждым годом все больше несовершеннолетних приходит и записывается, чтобы трудоустроиться и получить определенный опыт. Подростки занимаются не только благоустройством села, но и работают в организациях нашего района, тем самым знакомятся с функциональными обязанностями специалистов в разных сферах и самоопределяются в выборе будущей профессии. Третье направление, в котором работает Дом молодежи, это развитие добровольческих и других молодежных инициатив. У нас уже создан небольшой штаб добровольцев, в который вошли ученики образовательных учреждений. Всего в районе у нас существует пять добровольческих отрядов. Но в преддверии 70-летия победы советских войск в Великой Отечественной войне на базе Дома молодежных организаций будет создан центр «Кошкинский доброволец», добровольцы которого станут участниками масштабной подготовки к 9 мая. Одним из ведущих, на наш взгляд, и важных направлений деятельности Дома молодежи является гражданско-патриотическое воспитание молодежи. Здесь мы сотрудничаем с руководителями и курсантами военно-патриотических клубов. Их всего у нас в районе четыре. В 2012 году наш район стал призером в областном конкурсе на лучшую организацию патриотической работы среди муниципальных районов и занял первое место. Это наивысший показатель, на наш взгляд, того, что работа начинается с самых маленьких жителей нашего села, то есть с детских садиков, и продолжается во всех образовательных учреждениях. К основным достижениям в этом направлении можно отнести участие во всероссийской акции «Наша общая победа», проведение районных и областных акций, которые посвящены знаменательным датам и государственным праздникам, например, День России, День государственного флага, 15 дней до Великой Победы, проведение уроков мужества для молодежи района с всевозможными встречами ветеранов Великой Отечественной войны и ветеранов-воинов-интернационалистов Афганской войны. Все, что я перечислила, это только небольшая часть нашей работы, которую мы ведем. И надеемся, что наша работа ведется в правильном русле, и что наша молодежь будет активно проявлять свой интерес, не стесняясь выражать свои мысли и идеи. Потому что присутствующие, если кто с нами работает, молодежь скажет, что все, кто пришел в наш дом, не остался без поддержки. Спасибо. Спасибо. Спасибо.